Лёша, это тоже Лёша, за камерой. Мы работаем на заводе. Не хотят прям гонять на этих пончиках. Давайте стол крючок, надо подсоснуть. На камеру не хочу говорить, я потом тебе скажу. Вау! Привет! Это передача на чашечку. Мы сегодня приехали в гости в BBQ Bots. Мне скинул кто-то случайно видео, что есть какие-то лодочки на Верхнем Суздальском озере. Вот там метро Озерки, покажи. Вот этот высокий дом, который на углу Озерков и ещё что-то там. Да, мы на озере практически около метро. И это Питер. И мне прислали видео, что в лодочках можно курить плоские кальяны. И я сразу же подумал, что почему бы не воспользоваться случаем и не снять наш выпуск на чашечку, когда мы приходим в гости ко всяким интересным гостям, у которых есть наш кальян. И вот, даже не наш, а мой. Вот здесь фамилия моя написана. И мы уже знаем, как зовут девушку, которая всё это придумала. У неё там сейчас есть сын и сотрудник. Сына зовут Саша, сотрудника Игорь, а девушку зовут Катя. И я практически ничего у неё не спрашивал, чтобы было интереснее с ней пообщаться. Полетели. Экономим на звуковых эффектах. Давайте ознакомиться. Катя. Привет. Расскажи. Так. Самое важное, что надо знать про то, кто ты и что это такое, перед тем, как мы пойдём и будем это всё щупать, трогать и болтать. Я, Катя, я привезла в Россию такой интересный вид отдыха, как лодки с грилем. То есть у нас лодки с электрическим мотором, и можно готовить прямо на воде, прямо в лодке. Как это всё идёт, я покажу всё позже. Но ещё через время, когда мы три года уже занимались пунктом проката, мы решили запустить собственное производство таких лодок. То есть мы учли все пожелания клиентов, мы что-то изменили, доработали и сделали лучшую версию этой лодки именно нашего производства. Вот типа вообще всё так по-настоящему. Так, мы остановились на том, что Катя сказала, что своё производство. И я такой спрашиваю, а вот эти своё уже производство, или это ещё первые китайские, которые ты первая завезла вообще в Россию такого формата кораблики, катерочки? Мы называем их лодки с грилем, подчики. Это уже наше производство, это мы уже сами делали. То есть мы делаем абсолютно любых цветов, абсолютно любой комплектации. То есть для пункта проката мы сделали максимально простую, максимально комфортную комплектацию. В целом мы можем сделать всё, что угодно, как яхта. Мы можем её сделать серебряной, мы можем сделать полу искусственным тиком. А можно не круглую, а чтобы она была вытянутая, и чтобы не можно было спать? А, потому что у вас есть уже оснастка под этой матрицей, по-разному называется. Да, да. То есть у нас вот именно специальная матрица, из которой изготавливаются рожайцы эти лодочки. Сколько человек туда влезет? Шесть, семь. Мы все влезем. Вы все спокойны. И мы сегодня будем на ней кататься. Конечно. Короче, что я увидел? Я увидел два наших кальяна, и это уже... Да, и они к восторге. И это уже на котором написано... Я этого слова по-английски не знаю. Ну, в общем, в честь десятилетия вот эта вот модель выпущена. Есть такая, на лэндкрузерах пишут. Ну, там у них 50 лет лэндкрузеру уже. А нам 10. Это, понимаешь, мы, получается, моложе Тойоты всего в 5 раз. Ну, типа, а Тойота это что-то такое, чему вообще уже 100 миллионов лет. Я уже вас знаю 4 года, и 4 года уже пользуюсь, и я вообще кайфую. Ну, лично мы еще не знакомы. Но лично познакомились только сейчас, да? Да, да, да. Каким-то чудом, просто обычно. Я увидел видос. Видос был максимально прикольный. И я такой, блин, я бы сам покатался на такой штуке. Прикольно. Почему бы не снять? Так, это все старое, это все старое. И, короче, я когда увидел, я подумал, наверняка, вот, значит, корпус тебе меняли. И я дарю просто сюда еще один кальянчик тебе. Тут написано Travel Home Horica. Конкретно вот эта линейка плоских кальянов, она реально 10 лет ей. И это travel. Это самый настоящий travel. Есть они в сумочках. Это моя любовь. Я просто их обожаю. Есть в сумочках. Спасибо вам огромное. Полная комплектация. Все сейчас новенькое. Все забьем, все покажу. Подсветку мы сейчас не будем доставать, потому что ярко. И так будет. А что это такое? Это керамическая чашка, чтобы не расходовалась силиконовая. Силиконовая прожигается со временем. И еще на керамической ты можешь... А что сами делаете? Нет, мы заказывали на Украине. А, в Украине? Да, да. А сейчас как? А сейчас мы больше такие кальяны, мы их сделали просто последнюю. Эту самую. Ну вот мы их сейчас выпустили, сколько-то там тысяч штук. И вот они продаются. И, к сожалению, продаются. Потому что я сделал более крутые, более технологические кальяны, которые там и продуваются по-интересному. И с блюдцами. И блюдцы с загибушками, с бортиками. И они там всякие есть. У них магнитный коннектор есть. И сюда мы их даже доустанавливаем, магнитные коннекторы. Но это не всегда нужно, когда, например, в прокате его там в воде помочат, потом шваркнут, где-то самое докупать. Короче, простой классный колен, который можно брать с собой. Вот изначально это была такая у меня задумка. Сейчас мы его забьем. Будет протяжечка, ты как-нибудь так сделаешь, и типа он уже забит. И мы это будем делать там. Угли уже, наверное. Я поставила. Класс. Когда все уже готово, когда все типа вот мы как бы приехали, сели, и сразу же пошли. А плавает сами знаете что. Да, да. Все кажется слишком простым. Все правильно говорит. Так, за штурвалом у нас как правильно называется? Александр. Александр. Там рыбаки. Основатель, да, этой лодочки. Что мы здесь... Короче, что мне очень сильно понравилось, это то, что там стоит 4 аккумулятора. Вот таких больших. Они заряжаются 8 часов. Есть ускоренная зарядка на 6 часов. И можно 4 часа непрерывно на полном газу ходить по любому водоему. Да, но тут за 4 часа можно укататься, в принципе. Этого достаточно вполне. Сколько стоит тут кататься здесь? Если с грилем, то это 2000 в час. Без гриля 1500 в час. Просто покататься столиком. То есть на всю компанию. Это за всю лодку. То есть могут быть сколько угодно людей. Сюда максимум 7. 6-7, да. Если есть дети, то можно 7. Да, да. Да, с детьми можно и 8. Саша, ты сам нас увезешь не здесь никуда. Слушай, это нормально. Да, не, на самом деле это вполне комфортно. Многие дяденьки взрослые, которые подходят, говорят, я уже туда не влезу. Все влазят, и всем комфортно, все хорошо. Всяких разных габаритах у нас люди катаются. И я очень довольна. В этом году мы первый раз на этой точке. Мы раньше были в другом парке, а сейчас мы согласовали именно этот водоем. Сами государство арендуем воду, получается. И вы тут построили свой собственный дом, каких-то какой хотим. Вы? Ну, в смысле, да, это мы сами все построили. Сами все сделали. Это как район, получается, дает или город? Город, город. То есть это аренда кусочка земли? Воды. Воды. Да, поэтому у нас все на воде. А, поэтому ты сначала по мостику идешь, а потом ты как бы это самое. Аренда воды, наверное, меньше, чем аренда земли стоит, да? Да, да. Сколько стоит, если не секрет? Мы хотели. Ну, на камеру не хочу говорить, я потом тебе скажу. Да? Ну, недорого. Гораздо дешевле, чем мы арендовали в том году в парке, в котором мы размещались. То есть мы тогда платили 20 тысяч в месяц. Мама, куда уйдай? Ну, если дешевле, чем 20 тысяч в месяц, то в масштабах бизнеса это, наверное, вообще типа... Да, то есть по сути это... Мы продаем эти лодки, так как мы еще и производим эти лодки. Мы продаем людям уже как готовый бизнес, можно сказать, мы проводим консультации, рассказываем, как это все запустить, как это открыть. Если в Питере, то мы помогаем согласовывать водоем тоже. Вообще без проблем. У меня тоже люди, которые помогут, помогают все вот это вот запустить по полной программе. Мы даже можем сами сделать черпеж и построить вот этот понтон, которому швартуются лодки. То есть это мы тоже делаем. Ну, ваш удобный, можно просто ваш проект заказать, наверное, и все. Да, ну, у нас просто этот проект нет, нет. Мы тоже у конструктора заказывали, он нам все рассчитал, там все именно перевес, потому что наш дом стоит на одном краю, а там полноценная как бы тиражка. То есть все это рассчитано было. В следующем году мы будем запускаться на другом озере еще. Сейчас мы занимаемся согласованием его, и мы там будем больше дом делать, и будем делать там больше лодок туда запускать в наших этих грилях. То есть это пока как пробный новый пункт наших лодок, и мы на самом деле очень довольны, вот потому что люди в восторге, им все нравится, и от этого это меня прям греет, наоборот, мотивирует делать еще лучше, что-то больше, еще что-то хочется. Та же самая история. У меня, я закончил на том, что у меня такая же история, мне когда кто-нибудь, например, ты, говорит, блин, я пользуюсь 4 года твоим продуктом, и он классный, и так прикольно узнать, что вот, типа, вот это ты здесь, и типа ты его придумал, и я такой, ну, я это придумал. Ну, как я удивился, когда увидел здесь хрупкую девушку, которая выглядит моложе меня, и заикается про то, что у нас еще есть свое производство, и я говорю, а можно вопрос как? Муж, папа, там, может быть, какой-то семейный подряд? Ну да, конечно, конечно, у меня есть муж, который мне очень помогает, без него я бы сама это все не потянула на себе. То есть он очень много чего делает, и производством контролирует там, и тоже и по технической части за все отвечает, то есть чтобы все лодочки были всегда исправны, чтобы все работало, какие-то идеи по технологии все это возникают в его голове. Я только генератор идей, воплощатор всего, то есть я ищу персонал, которые, людей, которые нам помогают это тоже все осуществлять. HR, идейный вдохновитель. Идея твоя была. Ну, изначально, да. Ты придумала, ты увидела это где-то. Я накопала, я общалась очень с многими кит-сайтами, чтобы узнать все про эти лодки. В итоге в процессе проката ко мне подошел человек, сказал, девушка, вы не хотите, я вам сделаю такие лодки, мы будем их производить. Я говорю, окей, давайте. Это, конечно, был не самый удачный опыт, но я поняла, что я хочу свое производство. То есть этот человек мне просто дал толчок на будущее, то, что идею опять же мне подтолкнуло, что надо все-таки сделать свое производство. И вот мы нашли других людей, которые нам помогли это сделать. Уже здесь, в Питере. Да, в Питере. Да, мы нашли людей, которые очень круто владеют стеклопластиком, делают катера-яхты, то есть не просто изделия из стеклопластика, а именно плавучие средства делают. И вот они нам помогли создать то, что мы хотели. И мы увидели именно то, что мы хотели получить. Здесь мы, естественно, не копию там китайскую как будто сделали, мы сделали свое. Мы переделали очень много моментов. Адаптированное под крупных россиян. Да, под крупных. Там все. И высота стола, и ширина стола, и сами подстаканники мы тоже сами продумали поглубже, и чтобы с отверстиями, если вдруг что-то пролил, то чтобы не было там, не задерживалось. То есть каждую мелочь, там если вглядываться, рассматривать, то все мы продумывали до мелочей. Но американский стакан сюда не влезет. Да. У них донышки. Будьте здрасте. У них там... Сделаем больше. Маленькая кола, это 0,6. Это мы под пивную банку делали. Первая банка четко входит. Ага. Что, кстати, банки 0,45 стали? И бутылочки воды. Вот. Ого. Ну, что поделать? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Отжимаем. Да, да. Зато трезвее становятся люди. Вот. Так. Муж, прикольно. Идея твоя. Ты, получается, идейный вдохновитель. HR. Ты находишься здесь на месте. Ты сама вообще встречаешь гостей. То есть, ты находишься на этом месте. У вас есть еще в других водоемах ваши именно точки? Или это уже все франшиза? В Санкт-Петербурге пока что наших других точек нет. Вот мы сейчас на стадии согласования другого водоема. Да, мы сейчас будем расширяться. Так как мы производствовали только год, у нас полноцен доработает. И мы доработали уж. Ну, полноценно. Я имею в виду, когда мы уже доработали и полноценно выпускаем продукт на продажу. До этого мы еще много разрабатывали, все моменты учитывали. Вот. То есть, именно год мы уже выпускаем продукцию на продажу, продаем по всей России. То есть, уже таких лодок много в Москве, Твере, Иваново, Калининград, Бузулух, если знаете, такой город. Нет. Мы сами поражаемся, откуда нам, в принципе, клиенты звонят и все хотят быть лодки. Мы не ожидали, что будет такой поток клиентов. И мы сейчас занимаемся расширением нашего производства. Но в основном расширением занимается мой муж как раз производство, а я занимаюсь расширением наших пунктов проката. То есть, чтобы в следующем году уже нас было больше в Санкт-Петербурге. По Санкт-Петербургу мы франшизу только продаем. То есть, или наши пункты проката, или франшиза от нас. У меня сразу же есть одна идея. Но начну с вопроса. Сколько времени нужно, чтобы запуститься? Есть ли у вас уже такие лодочки в наличии, чтобы я, например, сейчас у нас 25 июля. Это уже как, уже все? Уже мотоцикл? Смысла нет покупать в такую дату. Как-то там собираться, что-то там делать. Но уже все. Если май, то уже опоздал. Можно ли успеть 25 июня зацепить сезон, купить быстро франшизу, быстро согласовать через вас? Сколько времени занимает вообще все это? организация? Если уже есть юрлицо и уже люди там подкованы. Ну, это тоже зависит от условий, что у человека есть, который приобретает франшизу. Может, у него уже есть свой пирс, которому швартуются лодки. Сабстанция своя. Да. Может, если у него есть, то там все гораздо проще это все организовать. Если у него ничего нет, то это может занять там около полугода. Даже до года, потому что согласование водоема, строительство пирса, это все занимает кучу времени. Ну, лодки произвести мы сделаем быстро, в принципе. Сколько производится одна лодка? По времени. Зависит от комплектации. На среднем неделю-две. Мы заказы 40 стекла делаем две недели. Любой. Поэтому эта скорость вообще просто молниеносная. У нас все процессы запараллелены. То есть, у нас вот этот металл, сварка, гибка, это все один процесс. Отшивать подушки, замцы, это все другой процесс. Это все идет одновременно. И про пластик, третий процесс. Это все делается в одно время. Это не ручеек, это agile подход. Да, причем мы вот все вот эти вот заготовки по металлу, мы все это можем заранее сделать. То есть, у нас они есть на складе, всегда в наличии. есть? Да. Это джекер или это нержавейка? Нержавейка. Джекер вроде ржавеет из водой его. Не, мы сейчас делаем из нержавейки вот, и тоже это надо найти хорошего мастера, который умеет варить эти нержавейки. Это тоже не так было было, как начало. И гнуть, чтобы она радиусом была нужна. Гнуть все четко, чтобы она потом в эти переходнички все закрутилось нормально и работала. И у меня сразу же такое предложение. Давай сделаем так, кто покупает у вас франшизу в этом году, в этом сезоне 23-го года, он сразу же получает лично от меня кальян и набор табака с углем, чтобы начать бизнес более быстро. И люди понимали, что они не только посидят здесь и сделают себе гриль прямо на судне, а это чаще всего запрещено. Это первое место вообще плавучее, в котором я вижу, что можно и жарить, и курить, и также перемещаться, и наслаждаться вообще в пейзажах. И у нас все законно, все легально. И очень многие люди берут кальяна именно в эти лодки. Часто даже бывает без гриля, но с кальяном обязательно. И этот кальян просто идеален для нашей лодки. Он просто идеально подходит для нее, потому что тут и селиконовые лапки, то, что он не скользит, и он плотный, и он безопасный. То есть, в целом, и курится он очень отлично. Мы уже, наверное, минут сорок ходим по Суздальскому озеру. Я там увидел Игоря. Игорь зовут его? Игорь, да. Я правильно понимаю, что всего один человек может полностью обслуживать эту станцию? Ну, такую небольшую и только в будние дни. В выходные нет, она не справится. Ага. У нас в выходные очень плотная запись. У нас прям зазор по 15-20 минут чисто на уборку лодки. и у нас броня уже на выходные все занята сейчас. Блин, классно. Поэтому я очень мечтаю поскорее сквастовать другой подоем, наделать туда побольше лодок, чтобы у людей была возможность больше там отдыхать. Потому что у нас есть тоже партнеры. Мы с ребятами из Фьесы, они задают нам тоже клиентов, так скажем, что они запустили у себя. Фьесы это что? Это сайт отдыха, там, где выбираешь как куда, например, куда пойти. Да, да, да. Понимаю. Вот. И они у себя запустили тоже наш продукт, наши лодочки. И потому что им тоже это было так же интересно, к дуле. Они пришли, покатались, как раз-таки кальянчик покурили тоже, поели, им все очень понравилось. И мы договорились с ними на приятных условиях вместе с сотрудничеством. Класс. И поэтому у нас от них тоже приходят новых клиентов и нам просто не хватает лодок физически, чтобы всех посадить, чтобы мы все покатались, поэтому нужно больше лодок. Но на данный момент у нас производство тоже загружено, у нас там очередь на производство лодок, и поэтому у меня мучность как раз-таки активно занимается расширением этого производства, чтобы тоже можно было больше лодок сделать. А вы делали какой-то патент? Да, у нас есть патент. Серьезно? А вы патентовали круглую форму? У нас запатентована идея. Не знаю, что это такое. То есть была запатентована круглая форма у судна или что именно? Или круглая с грилем? Что конкретно запатентовано? У нас два патента на данный вид изделия. У нас запатентована идея, как судно с грилем, потому что это лодка с грилем, а второй момент это конструкция лодки, то что она круглая форма, все габариты, размеры. Так как у нас матрица уникальна, и все лодки у нас рождаются одинаковые, но именно формы, то мы запатентовали именно эту форму. Вот. У нас два патента. Ну, еще есть третий патент на товарный знак. В общем-то, и все. А когда покупаешь франшизу, ты с вашим товарным знаком выступаешь? Или можно со своим? Да, да. С нашим товарным знаком, с нашим, получается, брендовыми цветами. То есть все эти цвета за брендирование. То есть можно стать частью семьи BBQ Bots. Да. Я правильно сказал? Да, конечно. Английский. Учим потихонечку. Мы начинали четыре года назад, когда еще можно было все этим английским называть. И мне очень нравилось именно BBQ Bots. Хотя там были споры. Многие говорят, что такое барбекю, вы не понимаете? Да, шашлык, кебаб, можно что-нибудь отечественное какие-нибудь названия? Шашлык на воде. Мы все время просто говорим лодка с грилем. То есть везде в рекламе используем лодка с грилем. Тогда людям более понятно. И то все равно никому не понятно. Все-таки всем надо прийти попробовать. Мы специально снимали много съемок, видеороликов о том, как это используется, как вообще это работает, как разжигается гриль, как тут готовится еда и все такое. То есть мы все, чтобы людям было более понятно. Ну и по телефону всех всегда консультируем, чтобы всем было доступно. Потому что многие даже не понимают, как она перемещается, то есть за счет чего. То есть мы рассказываем, что у нас электрический мотор, рукоят, то есть целое управление несложно. Я разобрался сам, мне даже никто не помогал. Обычно у нас проводится инструктаж, обязательно инструктаж, правила есть определенные. Жилеты? Жилеты, это обязательно, потому что у нас товарищи за этим следят. Они уже к нам привыкли, уже поняли, что мы соблюдаем правила, поэтому нас уже не трогают. На первое время прям постоянно каждому нашему клиенту вам рассказали правила? Да, рассказали, все хорошо. Слушай, мы уже несколько раз заикались про то, ну, сколько там людей должно работать, сколько производится один такой бот. И нас смотрят наверняка люди, которые, возможно, загорелись этой идеей, хотят, ну, как-то тоже, может быть, узнать про это. Сколько денег нужно, чтобы минимально запуститься, чтобы у тебя, ну, например, хотя бы две их было, и, ну, вот, чтобы это там за месяц все это организовать. Сколько нужно денег, и какие, ну, там, нужны вложения на старте, за что это надо платить? Ну, это, конечно, просчитывается отдельно финмодель, но могу сказать, что если для пункта проката именно такой комплектации лодочку взять, что там мягкие сидения, шотер, мотор, аккумулятор, два аккумулятора, потому что для пункта проката... Менять штопу, да? Да, два аккумулятора, что один сел, поменяли, заряжается, чтобы нон-стопом катать непрерывно, достаточно на лодку до аккумулятора. Вот, поэтому такая комплектация у нас выходит в среднем около 700 тысяч. Такая вот. Это готовый бизнес или просто лодка? Это одна лодка. А готовый бизнес? Это же как франшиза? А как франшиза, это уже отдельно под каждой ситуацией рассматривается. Я тоже говорю опять от согласования водоема, от локации водоема, от какого размера нужен пирс. То есть, если рассматривать, как у нас пирсик, то он вышел там миллион двести с домом полноценно. Да, это если заказывать у специальных конструкторов. Мы это можем сделать дешевле. Вы все по уму сделали, и вы делали первый раз. Поэтому это вышло так долго. Сейчас с готовым проектом. Вы наверняка проектом делитесь уже, чтобы у людей максимально развивалось, у вас покупали еще больше ботов этих. И, в общем, грубо говоря, если миллион рублей есть, то можно тысяч так четыреста в сезон делать. Я правильно посчитал? Да, да. Да все, сезон. Ой, сезон, месяц, в сезон. Да, да. То есть, в целом, у нас эта лодочка, мы считали окупаемость этой лодки, если стоимость лодки 700 тысяч, то ее можно купить за полтора-два месяца. За один сезон купиться? Это в среднем, если катать. То есть, не полностью там каждый день там по 8-12 часов катать, а это если 5 часов в день, там стандартно, 5 дней в неделю. Это реально, это максимально реально. Тем более, если уже там, мы уже как более-менее известные, то есть, у нас уже и партнеры есть, но очень все зависит от погоды. Когда жаркая погода, тут просто всегда жаротаж. Если там немножко ветерок, уже люди начинают все-таки пугаться, но все равно тоже это работает. Слушай, ну это классный вид отдыха, потому что, ну в основном на воде это что-то либо экстремальное, либо то, что надо, ну опасное. Например, даже просто на моторной лодке может все что угодно произойти. Либо что-то совсем такое тяжелое, где тебе надо грести. А это что-то такое средненькое. Это такой чилл-аут, но все-таки на открытом, на чистейшем воздухе. То есть, вокруг нас вода на метров сто в каждую сторону. И круто, да, заметно, так сидим в кругу, там, когда у тебя компания друзей, мы все вместе за одним столом и куда-то не убежит. Да, никто ни у костра не сидит, все вокруг костра сидят. тут болтайте, тут готовите свою любимую еду, кушайте там, то, что приготовили, курицы, колья. А еду свою, кстати, люди приносят? Да, но у нас есть такая услуга на сайте, можно приехать на все готовенькое. То есть, мы и уголь разожжем, и продукты там все подготовим специально по контейнерам, посуду дадим, то есть, это просто предварительно, за сутки, за двое можно организовать. В современном мире хочется, конечно, максимально концентрированно кайфануть, отдохнуть и не тратить время на все вот эти вот делишки, которые у вас настроены, когда вы уже знаете, как-то все раскладывать, готовить, и все, раз, и ты пришел и сразу же начал отдыхать. Время дороже, да. Вот как поездка в этот лес, у тебя рыбалка на 2 часа и 10 часов туда-обратно, а тут мы находимся в городе. Метро Озерки, тут сколько, 500 метров? Да, да, 500-600 метров. Я в детстве в бассейн ходил. Ну, это был единственный бассейн, куда еще не было фитнес-хаусов, всяких вот этих вот фитнес-клубов. И вот ездили сюда, тут Озеро это смотрел. Я еще в студенческие годы тут подружкой отдыхала, загорала, купались. Где училась? На ложке. Ну что ж, мы круто посидели, пообщались, не хотим расставаться, а может еще там потом не на камеру поболтаем. Короче, что это сейчас было? Мы с Лешей, я Леша, это тоже Леша за камерой. Мы работаем на заводе, мы производим кальяны. Это наш самый старый кальян, которому 10 лет. Сейчас большая линейка, и мы придумали такой формат общения с разными-разными людьми. Во-первых, те, кто будут смотреть это видео, которое мы снимем, а еще наши дорогие гости. И мы выбираем какого-то гостя, у которого есть интересный бизнес. И мы к нему приходим, курим кальян, а мы выбираем тех, у кого уже есть кальян. Поэтому, если у вас есть наш кальян, и есть какой-то интересный бизнес, про который вы хотите рассказать, просто напишите мне, напишите нам на любой номер в компанию NanoSmoke, и мы приедем к вам. И это полезно и нам, и вам. Мы с вами пообщаемся, мы развлечем людей, покурим кальян, пообщаемся, сделаем какие-то подарки, и вы сможете рассказать про свой бизнес. И мы опубликуем это в наших соцсетях, а вы в своих. Да, пишите ребятам, они офигенные. А кальян вообще помню. Мы же хотели максимально все так сделать, все то самое, чтобы не было как реклама. Короче, а вы, если вы смотрите нас, и вам понравилось вообще этот бизнес, мы не на камеру обсуждали, как Кате надоела офисная работа, и она начала заниматься вот такими ботами. Если хотите, займитесь тем же самым. прикольно. Покупайте эту лодочку. Это не работа, а кайф просто. Это ты летом находишься всегда на улице, кайфуешь. Можно совмещать с ребенком, который всегда с тобой здесь отдыхает, смотрит разных людей. Короче, классный бизнес. Спасибо, Катя, что ты нас пригласила, быстро откликнулась, и мы прекрасно провели этот будний день. Люблю свою работу, так же, как и ты. Обожаю, да? Желаем и вам того же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok